Внимание! Начали! В Содоме ли красота? Уверю, что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей. Знал ты эту тайну или нет? А знаете что, ангел-барышня? Не поцелую я вашу ручку. Сюжет в духе Федора Михайловича. Святая и блудница. Двоичная система мира. От полного зуротьмы до целой единицы света. Высшая божественная математика. Ничего личного. Но кроме того, что это наш Достоевский, кстати, инженер по образованию, понял, как спасти мир. И да, он супермен. Просто не все об этом знают. Так кто же он, Федор Михайлович Достоевский? Великий писатель, пророк или гениальный безумец, из-за которого весь мир делится на тех, кто читал братьев Карамазовых? Только собирается и не прочитает их никогда. Что с этим ФМ не так? Почему его хотят убрать из школьной программы? Что такого ужасного он предсказал и напророчил? Мы впервые обнародуем главную сенсацию и тайну. Психиатрический диагноз Достоевского. Докопаемся до его подполья и покажем всех бесов. Достоевский – это абсолютный гений и, соответственно, сумасшедший. Как правило, это одно и то же, за редким исключением. Он фрик. Фрик в своем деле. Он видел глубины. Фриковость – это или не фриковость. Великий писатель. Очень сложный, очень тяжелый. Достоевский не про мелочи, не про события, а про какое-то такое внутреннее сечение. То, что мы называем душой. У каждого свой Достоевский и свои проклятые вопросы к нему. Но есть один человек, который вплотную приблизился к разгадке тайны Федора Михайловича. Это Игорь Волгин, профессор и главный достоевовец страны, адвокат Д. В нашем фильме он не только защитит, но и впервые расскажет о прекрасном и ужасном Достоевском. Разгадка тайны Достоевского – это разгадка жизни. Достоевский не Пифия, не Оракул, не Пророк, который моделирует то, что с нами произойдет. Ведь он не предсказывал никаких конкретных ситуаций почти. Сбылось то, о чем он догадывался и что он показал в своих романах. Что в человеке скрыто зло гораздо глубже, чем человек это предполагал. Он постиг природу зла, Станинскую природу зла. И мы с этой природой сталкиваемся каждый день. Есть свидетели, прямые наследники Федора Михайловича. Проправнук великого писателя Дмитрий Андреевич Достоевский и вся его большая семья. Федор Достоевский. Мы побывали у них на даче под Санкт-Петербургом. Впечатление такое, что оказались дома у самого Федора Михайловича Достоевского. У меня, как и у Федора Михайловича, я ничего не держал внутри себя, никакого ума. Я сразу забываю. Слова не моя профессия. Кто-то в музыке может это сказать, а трамвай – это же тоже музыка. То есть вот эта электрическая схема, контакторы, реле, который щелкает, но не хаотично. А в этом всем есть система, да, все это вот ноты такие, да. Я помню, когда я была маленькая, где-то в первом, во втором классе, у нас был один мальчик какой-то задиристый, он меня, дразнил, Достоевское слово достало. Я не понимала этого прикола, а они ржали, а я такая, ну, и, допустим, и что дальше? Ну, Достоевское, ну, собственно, ничего, я жить пока из себя человека интересного не представляю. Подумаешь потом. Наша каша. Или, как меня часто сестры называют, как каша. Достоевский меня спас, потому что если бы этот идиот мне не попался в нужный момент, может быть, меня на свете бы и не было. Так с кем же мы имеем дело? С гением или безумцем? Или в случае с Достоевским эта грань неразделима? Конечно, Достоевский был человек больной, несомненно. Но не нужно эту болезнь провоцировать один к одному на его творчество. Болезнь могла способствовать, могла мешать, но не было зеркального отражения, как считают некоторые, значит, так исследователи, в кавычках, Достоевского. Болезнь не господствовала над ним. Что с тобой? Голова немного кружится. Не в этом дело. В том, что грустно. Так грустно. А что же господствовало? Ученый-антрополог Володской исследовал генеалогическое древо Достоевских и установил, 329 представителей этого рода имели психические заболевания, 41 страдал эпилепсией. Потомков раздражали неудобные вопросы, которые им задавал Володской. Дошло до скандала. Ученый оправдывался. Отдельные дегенеративные признаки представляют для меня интерес, потому что подтверждают связь гениальности и одаренности с вырождением. В то время как здоровая посредственность лишена как того, так и другого. Володской был членом секретного евгенического общества, которое по заданию правительства занималось выведением гения в советской стране. Вот почему родословное Достоевских оказалось так тщательно изучено. Под конец жизни Володской отрекся от опасных идей селекции и признал, в семье конкретного человека невозможно отделить гениальность от патологии. Что это значит? Не было бы у Достоевского эпилепсии? Не было бы и гения? Конечно, возможно, у людей обыкновенных эпилепсия не проявляет ничего. Вот у гения эпилепсия как плата за гениальность может быть. Многие художники были больны эпилепсией. Возможно, эпилепсия выявляет какие-то творческие потенциалы в человеке. У кого задавливают, у кого выявляют. Магомед, Юлий Цезарь, Наполеон, Байрон, Ван Гог, знаменитые эпилептики. Так что же это? Священная болезнь или одержимость? Эпилепсия – неврологическое расстройство с внезапными судорожными припадками. Падучие по-нашему. Передается по наследству и приводит к полной деградации личности. Вообще не самый лучший диагноз для писателя Достоевского. Сумасшедший классик – это многое объясняет. И его неряшливый слог, и всю эту Достоевщину, от которой плевались другие классики. Бунин и Набоков. Тогда вопрос к психиатру. А те, кто любят и читают Достоевского, они что, тоже больные люди? А вот тут очень важно понимать, почему любой гениальный писатель – это здоровый человек с точки зрения психиатрии. Потому что его читают многие. Он понятен всем. Творчество больных людей, оно недоступно за счет своей экзотичности. Они недоступны большинству людей. Никто читать не будет. А Достоевский доступен? Если брать Достоевского, то мы видим, от романа к роману крещендо идет. Нарастание творческой мощи. Нарастание. Хотя он мог забывать имена героев своих романов. Но когда он писал, он нас же держал в голове все это. И снова вопрос к психиатру. Больному Достоевскому кто-нибудь ставил точный диагноз? Сейчас вам эпилепсию не поставят без электрической активности мозга. Мы можем говорить только предположительно. Но, так сказать, этого вполне достаточно. Во-первых, есть описание его припадков, сделанные, так сказать, даже профессиональными врачами, например, Яновским, из которых следует, что это типичный большой судорожный припадок. То, что пишет Анна Григорьевна об эпилепсе, абсолютно это клиническая картина эпилепсии. Анна Григорьевна Сниткина, вторая жена Достоевского. Ей всего 20, Достоевскому 44. У супругов медовый месяц. И вдруг посреди райского наслаждения припадок. Боже, что это? Ничего, это облак. Это древний. Сейчас. При каждом припадке эпилептическом человек упускает мочу. И, конечно, вот у Достоевского был. И потом, представьте, вот так вот опозорится. И поэтому сразу люди предупреждали, вот если, так сказать, болезнь приняла хроническое течение, сразу предупреждали, что, вы знаете, со мной это может случиться, но я же не виноват. Он ее предупредил при первом знакомстве. Он сказал, что вот у меня такая болезнь. При первом знакомстве. Чем поразил своей откровенностью. Но при ней припадков не было. Они наносили родственные визиты. И они поехали к сестре Анны Григорьевны. Он выпил шампанское. Шампанское плохо действует на эпилептиков. У него был страшный припадок. Причем упала в обморок сестра. Там муж и горничная хлопотала над сестрой, упавшей в обморок. Потом у него был повторный припадок. Двойной. Еще более страшный. Страшный крик, я помню этот. Пульс свыше ста ударов в минуту. Пена изо рта. Дикие конвульсии. На основании этих медицинских показаний и произведений самого автора, где Федор Михайлович описал сознанием дела припадки своих героев, консилиум омских врачей поставил диагноз самому Достоевскому. Психиатры, в общем-то, единодушно, что называется, решили, что это апеллепсия с участием наследственного фактора, с полиморфными пароксизмами, с психотическими состояниями. Ну, то есть там длинный диагноз. Он как-то не очень серьезно относился к своей болезни. Вначале вообще ее, так сказать, не признавал, говорил, что это какая-то кондрашка Святияркова. Загадка Достоевского действительно в том, что, будучи несомненным эпилептиком, так сказать, он не деградировал. А почему? А ответ очень простой. Он был гениальным эпилептиком. Вот и все. И все? То есть великий писатель, чьи книги читает весь мир, мог вполне превратиться в идиота сам и закончить свои дни в психушке? Но что-то пошло не так. Еще Володской отметил, что все известные нам предки Достоевского, которые попали в судебное разбирательство Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, они все там фигурируют как агрессоры, а не как жертвы. Вот это очень важный момент. Вот эти борцовские качества, они помогли Достоевскому реализоваться, как писателю. Вот в чем все дело. То есть эпилепсия помогала Достоевскому? Эпилепсия дала все-таки ему колоссальную работоспособность. Вот такое ломовое здоровье. Разумеется, есть и какие-то, скажем так, негативные качества. Например? Это очень высокая ранимость психики. И поэтому такие люди, они и злопамятны, и мстительны. Для эпилептиков характерна чрезвычайная вспыльчивость. Где она? Куда вы ее спрятали? Держись, его! Господи, у меня деньгуха! Грум! Когда у Достоевского случился первый приступ эпилепсии, точно неизвестно. По одной из версий, сразу же после смерти его отца. Но то, что события детства, место рождения, смерть матери, а через два года страшный трагический уход отца повлияли на всю жизнь Достоевского, факт бесспорный. Он родился в Мариинской больнице для бедных. Можно сказать, что он в этой больнице пребывал всю жизнь. Вот тоже знаковость, некая. Мариинская больница для бедных, где его отец был врачом. Он вырос на Бужедомке, в бедном районе, там, где кладбище, где хоронили неопознанные трупы на Бужедомке. Вот этот, где был сумасшедший дом, рядом с Мариинской больницей. Выбрано место снайперские его рождения. Семья была патриархальная и жила по распорядку, раз и навсегда заведенному штаб-лекарем Михаилом Андреевичем Достоевским. Отцу не мешать, не шуметь. Во время послеобеденного сна всем ходить на цыпочках. В противном случае, нагоняй, крик, скандал. Ну, Федор Михайлович не любил его как такового, когда он сожрал их на занятия, учить латынь, и держал пруд. И если где-то кто-то ошибается из детей, из того же Михаила и Федора, то хорошо он прикладывался. То Федор Михайлович об этом вспоминает, об этом. Это, конечно, ничего хорошего. Но это скорее семейных преданий. Но исследователи Достоевского в голос утверждают, не бил Михаила Андреевича своих детей. Я бы добавил, не бил Михаила Андреевича своих детей. Не бил. Детей никогда не били. Никогда не били. Боже, сыграй, ни о каком рукоприкладстве меня. Он кричал, конечно. У него, несомненно, был характер, так сказать, эпилептоидов. По вечерам, собравшись в гостиной за круглым столом, при свете двух сальных свечей, восковые берегли для праздников, читали вслух Карамзина, стихи Пушкина. Ну, не привычка это, Лен, ну, ей-богу точно. Привычка это покурить, пописать, поесть. Чтение домашнее по вечерам – это традиция. Кстати, эта семейная традиция домашнего чтения сохранилась в семье Достоевских и по сей день. У нас есть такая фишка – чтение на ночь. Раньше это было каждый день. Нам плите сварилась каша. Первое произведение, которое я читала девчонкам, Сила Степанчикова и его обитатели. У меня Вера хохотала так, казалось бы, Достоевский, страшный, мрачный. Младший школьный возраст, они все понимают, юмор этой ситуации, ну, совершенно невозможно удержаться. Она со второго ярости чуть не свалилась, как она там ногами дрыгала от хохота. Маша сделала лося, а я пытаюсь убрать зайчика. А я уши делал. Было ли так же весело в семье будущего писателя Достоевского? Скучать точно не приходилось. Семеро детей. Федя второй по счету и самый активный. Мальчик огонь, впечатлительный, нервный. Подальше. Федя, крикнуть надо. Камера идет. Перед сном Федя оставлял записку родителям, что боится уснуть литургическим сном и поэтому просит похоронить его только через пять дней. Феечка в русской семье очень много значит. И по сей день. Наверняка дровишками топили. Ну, а чем? Конечно, дрова. Стены все помнят, все слышали. И самое, что здесь осталось, это вот стены. Пусть они перекрашены, пусть они где-то подбелены, подзамазаны. Но вот они слышали эти разговоры, они помнят домочадцев. Многие вот пишут в биографе, что отец был пьяницей. Этого не было. Другое дело, что после смерти матери, после смерти Марии Федоровны, которая умирает в 37-м году, и после этого начинается запой, да. Он сходится с девочкой Катериной, с девушкой, с прислугой, сожительствует, берет ее с собой. Значит, она имеет от него младенца, который умирает, и он там сильно пьет. Это постой, постой, я только одну! Это злобно-тоскливое настроение, которое, в принципе, легче всего гасится алкоголем. Поэтому действительно, так сказать, среди родственников Достоевского было довольно много алкоголиков. А коньячку и вам бы не надо. Ну, я только одну ревочку и шкафика. Но это дружа была после смерти матери. Да, действительно, начинаются такие запои у него от отчаяния. Он пойдет в отставку, он выходит в отставку, он едет в их родовое имение. Вот оно, родовое имение даровое. Любимый Федин лес с грибами, дикими ягодами, птичками, ежиками, в котором однажды ему, девятилетнему мальчику, почудился волк и страшно напугал. Все сойдется в этом месте. Жизнь, смерть, судьба. Вот позади меня, где-то в километре отсюда, эта деревенька, которая тоже принадлежала Достоевским, название этой деревни вошла в роман «Братья Карамазовы». Я просил тебя, Христом Богом, в чермашню съездить на день, на два. Отчего ты не едешь? Чермашня – это знак страшного преступления, страшного злодейства, которое ляжет на совесть Ивана Карамазова. Чермашня связана и с смертью отца. Это дорога его смерти. Уточним. Речь идет не только о смерти литературного героя Федора Павловича Карамазова, но и реального отца самого писателя Михаила Андреевича Достоевского. Сын Федор в это время уже учится в главном инженерном училище в Санкт-Петербурге. Гуманитарий от природы, он мечтал стать писателем, сочинял по ночам романы. Но отец-медик для бедных хотел своим детям иной судьбы. Модная профессия военного инженера гарантировала достаток и карьеру. Вот только денег рябцу Федору Достоевскому, так называли первокурсников, катастрофически не хватало. К тому же из-за алгебры его оставили на второй год, отца чуть удар не хватило. Друг мой, роптать на отца за то, что тебе послал, сколько позволяли средства, предусудительные и даже грешно. Вспомню, что я писал третьего года, что урожай хлеба дреной. Я терплю ужаснейшую нужду. Пишите, любезный папенька, что сами не при деньгах, что уже будете не в состоянии прислать мне хоть что-нибудь к лагерям. Я не буду требовать от вас многого. Что ж, не пив чаю, не умрешь. С голода проживу как-нибудь. То есть денег нет даже на чай. Эту обиду Федя затаит надолго. И даже вложит ее в уста герою записок из-под поля. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу Свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить. Бедность не порог, это истинно. И пьянство не добродетель тем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета порог. Это письмо к отцу будет последним. Отец был задушен, убит крестьянами. В 1939 году в поле, рядом с Чермошней, оставлян под деревом. Вот под этим дубом его и нашли. До сих пор не ясно, был ли он убит или нет. Но важно то, что в сознании семьи, в семейном сознании, однозначно значилось, что отец был убит. Но почему? За что? Довольно жестокий, видимо, у него был как у помещика характер, он заставил работать. Но там, значит, говорят, что он стал палкой выгонять крестьян, которые якобы сказали, что они больны. И кто-то сказал, что карачун ему. Инженерное училище находится в Михайловском замке, где 11 марта 1801 года был убит император Павел Первый. Но как убит? Подробности страшные. Ведь есть версия, что отец Достоевского был убит таким же способом, то есть сжатием половых органов. И Павлуш, когда он стал оттягивать, значит, этот шарф с Карятинский, который мы затягивали, он, значит, полез сюда, мы сжали половые органы, он, значит, как бы отпустил. Есть такая версия, что также, чтобы сокрыть следы преступления, крестьяне совершили то же самое с отцом Достоевского. В лифу ему еще бутылку водки. Это версия. Тем не менее, в семейном сознании, конечно, это было как убийство. Что испытал Достоевский, когда получил известие о смерти отца? Шок, ужасное чувство вины за то, что однажды, чисто подсознательно, от обиды, действительно пожелал плохого своему родителю. А иначе, как могла появиться эта фраза в братьях Карамазовых? Кто не желает смерти отца? То есть, любые впечатления от детства срабатывают рано или поздно, потому что он самый автобиографический писатель. Не в плане следования, скажем, каким-то событиям реальным в своей жизни, а в том, что он себя всего выкладывает, конечно, в своих романах. Конечно, он в какой-то степени это его герои. Конечно. Только с той поправкой, что он как бы он их контролирует, этих героев. А ты знаешь, мне нравится, что мы с тобой стали на ты, дурак. Слушай, я с тобой буду на вы, что ли? Ведь ты воплощение меня самого, моих мыслей и чувств, самых гадких и глупых. Но где Достоевский настоящий, в жизни или в своих романах? Он оставит нам кучу подсказок, намеков и окончательно всех запутает. После смерти отца он нигде о нем не вспомнит. Только в письме брату. И то одной фразой. Милый брат, я пролил много слез о кончине отца, но теперь состояние наше еще ужаснее. Я сумею развязать со всем этим. Я в себе уверен, человек есть тайна. Ее надо разгадывать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Никаких слез, метаний. Достоевский предельно собрано сосредоточен. Свои обязательства перед покойным отцом он выполнил. Училище окончил и теперь свободен. Карьера, должность, все по боку. Он подает в отставку. Отныне у него одно призвание разгадывать тайну. Он будет писателем. Смотрите, ведь он человек экстрема еще в каком плане? Он человек крайних решений. У него нет никаких литературных связей и надежд. Он играет ва-банк. Он пишет, что если неудача, то мне хоть в Неву неудача. Он начинает писать бедных людей. Он запирается у себя на Владимирской и начинает писать ван или пропал. Понимаете? Самый умышленный город на свете, скажет о Петербурге Достоевский. Город-призрак, город-фантом, в котором Достоевский смещал улицы, переносил дома, достраивал этажи, превращая его в действующего героя. Он не любил Петербург как город. У него все отрицательные персонажи имеют имя Петр. Достоевский любил Москву, а сюда был сослан отцом и с трудом привыкал. Поменял 20 съемных квартир, все в угловых домах с обязательным видом на храм и лениву. Не потому, что красиво, угловые квартиры хуже отапливаются, и они дешевле. И вот они, исключительные бойцовские качества и потрясающая работоспособность экстремала Достоевского. Он сочиняет по ночам. Ему нужны только стол, тишина и сладкий холодный чай. Его обязательный писательский ритуал на многие годы. И неслыханный успех, когда приходят ночи к нему, прибегают Некрасов и Григорович с криком «Это выше сна!» и с криком «Новый Гоголь явился!» и так далее. В России и не было такого дебюта ни у кого. Ни у одного писателя. И надо пару минут. Погодите. Камера идет. Внимание! Начали! Что сотворил Достоевский, он взорвал русскую литературу. Открыл не только бедных людей, униженных и оскорбленных, но также героев подвалов и чердаков. Создал свой уникальный стиль, до него так никто не писал. Меня называют психологом. Неправда. Я лишь реалист в высшем смысле. То есть изображаю все глубины души человеческой. А что если б, например, на моем месте случился Наполеон? И не было бы у него, чтобы начать карьеру ни Тулона, ни Египта, ни перехода через Монблан? А была бы вместо всех этих красивых и монументальных вещей просто-запросто какая-нибудь смешная старушонка-легистраторша, которую вдобавок еще убить надо. Был дебют Гоголя, который сжигает Ганса Кихригартена. Был дебют неудачный Некрасова, который сжигает, скупает мечты и звуки. Вот. Два провальных дебюта. Медленный дебют Пушкина, постепенно медленный дебют такой, ну, нарастающий у Толстого. А так, чтобы в одну ночь стать знаменитым, больше такого не было. Больше такого не было дебюта потрясающего. Вчера еще инженер-кондуктор, а сегодня уже известный писатель. Ему 23, и он хвастается, как мальчишка. Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчет меня страшное. Как в это время выглядел молодой литератор? Посмотрите на Леху Достоевского, потомка гения. Он и его великий предок одно лицо. На этих кадрах Лехи, так зовут его друзья, чуть за 20. И он водитель трамвая. У них в семье целая династия вагоновожатых. Отец, сын и Лехина жена Наташа. У Лехи с Наташей Достоевских уже четверо детей. И еще птица Си, своя фолк-рок группа. Я родился напротив трамвайного парка. Отец мой был долгое время трамвайщиком. Я сам на угол ему бутерброды бегал, таскал. Я тогда был счастлив бесконечно от того, что я в этом участвую. Алексей, ну вы дали, наверное, повод насмешникам и людям, которые не очень знают тонкости того, о чем вы рассказываете, говорить. Потомок Достоевского водят трамвай. А чего там плохого? Над чем тут смеяться-то? Не всем же быть докторами наук-то. Но вернемся на 150 лет назад. Вот преуспевающий литератор Достоевский на обеде у светской львицы Авдотьи Панаевой. А вот его уже подводят к хорошенькой Александре Синявиной. И вдруг он бледнеет, шатается и брякается в обморок. Какой конфуз! Но перед братом он снова герой. Я был влюблен он не на шутку в Панаеву. Теперь проходит. Здоровье мое ужасно расстроено. Порядочно жить не могу. До того я без Путин. Минушки, Кларушки, Марианны и тому подобные похорошели да нельзя, но стоят страшных денег. На днях Тургенев и Белинский разбронили меня в прах за беспорядочную жизнь. Но я считаю, что это вообще фигура речи. Вот успех бедных людей. Он стал героем петербургской жизни, он стал героем литературы. А где женщины? Которые должны как бы материализовать этот успех. Их нет. Появляются эти Кларушки и Минушки как фигура речи. И действительно, а где же женщины Федора Достоевского? Откуда вообще возьмутся все эти знаменитые инфернальницы? Грушенко из братьев Карамазовых, Настасья Филипповна из «Идиота», Авдотья Романовна и полная надрыва Катерина Ивановна из «Преступление и наказание», ну и, конечно, две в одном святая и блудница Сонечка Мармеладова. Ну не в публичном же доме Достоевский всех найдет. Я грешница! Великая грешница! Что вы сказали? Не за бесчестие и греха я сказал это про тебя. За великое твое страдание. Вообще мы ни за чего не знаем о его личной жизни до каторги. Практически ничего. Ни одно женское имя не названо с каким-нибудь акцентом. До 27 лет. Это больше даже. Это сравнить с жизнеощущением, скажем, Пушкина и Лермонтова. Невозможно совершенно. И пишет дочь его, что он жил как святой. Вот вам версия, что он вообще не знал женщин. С другой стороны, есть версия, что он вел разгульный образ жизни, не мог неделю прожить без женщины. И что, значит, он напоминал, его жизнь напоминала жизнь героя записка с подполья. Развратничал я уединенно, по ночам потаенно, боязливо, грязно, со стыдом, не оставлявшим меня в самые омерзительные минуты и даже доходившим в такие минуты до проклятия. И я уж тогда носил в душе моей подполье. Вот они, бесы похоти и сладострастия, которые начнут показывать свои уши и хвосты в произведениях Достоевского. В этих же самых грехах обвинят и самого писателя. Дескать, он прошел все публичные дома, опознал все злачные места Петербурга. Сладострастие самое темное и запретное терзало и мучило его душу. А сексуальные фантазии были настолько вызывающие, что жрицы любви отказывались его обслуживать. Неужели все так и было? Возможно и было просто настолько, знаете, как говорил Пушкин, никто не должен быть допущен в нашу спальню. Никто не должен быть принят в нашу спальню. Так что здесь могут быть только домыслы. В общем-то, имея деньги, купить этих морфушек, так сказать, было очень просто, и он прекрасно понимал, что это никакой чести не сделает. Думаете, не покупал? Думаю, что не покупал. Вот, и дай бог ему всего. Увы, Федор Михайлович не оставил нам прямых доказательств своей порочности. То ли намекнул, то ли пошутил. Первый раз он так пошутил, когда объяснял причину своего ухода из инженерной профессии. Якобы в проекте крепости забыл ворота нарисовать. А Николай Первый, он лично курировал инженерное ведомство, увидел и сказал, какой дурак это, чертил. Но мы не нашли нигде этого, эту резолюцию. Мне кажется, что это вот самооговор такой, такая же мифологема, которая рождалась, скажем, при жизни Пушкина, когда он пишет жене из Болдина, что вот знаешь, Наташа, что говорят обо мне соседи, что я вот сажусь, хлопну, значит, стакан пунша, хлопну другой и ну писать. И он делает паузу и говорит, вот слава. То есть мифология, которая возникает еще при жизни писателя. Но тогда что сделает Достоевского не мальчиком, но мужем? Что переменит его судьбу? Превратит его собственную жизнь в психологический роман и детектив, который мы с таким интересом читаем сегодня. Жизнь сценарна, как я вот повторяю, всю жизнь сценарна. В его жизни есть очень четкие закономерности. когда наступал час икс, момент истины, он собирался и делал единственно правильный выбор. Так было с дебютом, так было при отношениях с редакциями, при выборе романа, при выборе позиции. У него был стержень некий нравственный, некое ядро, которое определяло все остальное. Час икс наступил 22 декабря 1849 года. 6 часов утра, Семеновский плац, эшафот. Холодно идет снег, Достоевский в одной рубашке, с непокрытой головой слушает приговор по делу Петрашевцев, подвергнуть смертной казни расстрелянием. Что проносится в этот момент в его голове? Ему 27 лет, его первый успех закончился провалом и злобной эпиграммой бывших друзей витязь горестной фигуры, Достоевский милый пыщ. На носу литературы рдеешь ты как новый прыщ. Когда Достоевский ввязывается в этот безумный заговор Петрашевцев, он же понимает, что он обречен заговором. Я думаю, что это не просто была политическая, значит, у него такая страсть, хотя это тоже. А тут были творческие моменты. Ведь, смотрите, после беспримерного успеха бедных людей, после генерального дебюта, когда все были в восторге, бедные, идет некое сбавление от тона. Милинский пишет, что надулись мы с Достоевским гением, и он чувствует некое, я думаю, потребность некую вырваться из этой эстетики. А это может произойти только при помощи личной катастрофы. Это не суицидный синдром, конечно, нет, но, всходя на ишафот, стремясь к ишафоту, то есть не стремясь, а идя туда невольно, он ломает свою судьбу. Что если бы не умирать, не умирать, не умирать? Что если бы воротить жизнь? Какая бесконечность? И это все было бы мое. Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял. Каждую минуту счетом бы отчитывал, и ничего бы уж даром не истратил. Вот что готов заплатить Достоевский за свою жизнь. Он смотрит на купол Исаакиевского собора, ловит слабо отблески его лучей в морозном утре и заключает нет, не сделку, договор с ним. Пройдет минута, две, целых десять минут, и как сквозь вату в ушах он услышит. Виновный помилован. Каторга, ссылка, спасен. Единственный русский писатель, который пережил свою смерть. Он пережил. Ведь вот этот эпиграф к братьям Карамазовым из Евангелия от Иоанна, если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода, относится к нему. Он умер на Ишафоте, как зерно. Он умер, и он принес много плода, потому что вот это свершилось с ним. Он пережил свою смерть, и, конечно, это важнейший биографический момент. Имя и возраст Федор Достоевский, 28 лет. Наружные приметы. Лицо чистое, глаза серые, нос обыкновенный, волоса светло-ручные. Ранжирная мера Два аршина, шесть вершков. За что осужден? За участие в преступных замыслах распространение письма литератора Белинского против православной церкви и верховной власти. Какой получил наказание? Лишен всех вправ состояния. На какой срок прислан? На четыре года с определением на службу рядовым. Достоевскому обреют пол головы от уха до уха. Выскребут тупой бритвой до крови бороду и полуса. Вид жуткий. Он в серой. Арестантская роби с белым тузом на спине. Летом его заменит черная мишень. На ногах кандалы весом четыре килограмма. Тут любой сошел бы с ума, и многие сходили. Но только не Достоевский. Вот кольцо, браслеты. Верхний край цепи крепится к поясу. Вот это. И на щиколотках. А чтобы вот это, вот эти щиколотки, вот это железо не сбивало ноги в кровь, одеваются под кандальники вот такие вот из прессованной свиной кожи. Ну, иначе это же попробуйте, подержите в руках. Возьмите. Попробуйте носить, спать, мыться в бане в таких вот железах. Эти кандалы оставят не только уродливые шрамы на ногах Достоевского, но и навсегда изменят его походку. От квартиры Раскольникова до дома старухи-проценщицы 730 шагов. Ровно столько насчитает сам писатель. Но когда фанаты захотят повторить этот роковой маршрут, шагов на деле окажется гораздо меньше. И вот почему. После каторги у Федора Михайловича на всю жизнь останется короткий шаг и семенящая походка. Поэтому, когда встречаешь, особенно молодежь, вот когда они преступления, наказания в школе проходят, встречаешь их, и они говорят, а вот мы пошли, и вот шаги не сложились. Я говорю, вы, ребятки, я им рассказываю эту историю, да, я вам рассказываю эту историю, и говорю, ну вот идите мелкими шагами, не показываю им мелкие, тогда у вас все сойдет. Начало каторга покажется Достоевскому тем, чего он больше всего боялся в детстве, быть заживо похороненным в гробу. Это пространство, в котором человек смердил, страдания невыносимые, бесконечные. Он скажет про Омск, гадкий городишко, словно поставит клеймо для тех, кто здесь родился. Но для самих амичей Достоевский станет чуть ли не гением места, и они восстановят все, что связано с именем писателя в их родном городе. Да и сам Омск изменится. После каторжной Достоевский и до каторжной это совсем другое. Он обогащен не только опытом каторги, общения с народом, скажем так, он обогащен гигантским душевным опытом. Еще по дороге в Омскую крепость в Тобольске Достоевского встретят жены декабристов. Это их святая миссия и обязанность поддерживать своих каторжан. Наталья Дмитриевна Фанвизина, больше 20 лет находящаяся в ссылке, вручит Достоевскому Евангелие, абсолютно уникальное раритетное издание. Достоевский поблагодарит и назовет Христа вполне себе симпатичной личностью. Скажи, Иван, есть Бог или нет, Бога нет. Где-то подумать только, сколько он был человек веры, сколько сил даром на эту мечту. И это уже тысячи лет. Кто же так смеется над человеком? Он поехал, ну, почти атеист. Пошел на каторгу эту, потом Евангелие в руки, от таких женщин, о которых он слышал, это героини, живущие в Сибири, встречающие каждого, да, и он получает, что Евангелие, которое на 4 года единственная книга. Дайте мне Евангелие на 4 года, чтобы я вообще ничего другого не видел, никаких не телевизоров, ничего, а была эта книга. И мне достаточно было бы именно эти 4 года для того, чтобы так углубиться в нее, что я совсем бы другой бы стал, даже сейчас. Достоевский действительно станет другим. За 4 года тюрьмы из узкого гроба, страшного, темного колодца он словно попадет в другое измерение, иную реальность. Он проведет в своих мыслях один на один 1460 дней и вспомнит все детство и менее даровое. Тот день, когда испугался волка и кинулся за спасением крестьянскому мужику Морею. И мужик говорит, какой волк, что ты, успокоился, гладит его по голове и прикладывает испачканный в земле палец к вздрагивающим губам ребенка, как бы, ну, благословляя речь, речь его. Где он вспоминает мужика Мори? Где он об этом пишет-то? На каторге, где вокруг сидят убийцы, что это случайно? Такие же Мореи сидят, которые убийцы, а на каторге это вспоминают. Но мы же знаем подоплеку этого все. Где еще он мог начать и разгадывать человека, если не на каторге? Тут берега сходятся, все противоречия вместе живут. И его несчастный отец, и мужик Морей, и каторжники-убийцы, и насильники, все это гнилое, гадкое и подлое в человеке закипит в одном адовом котле и резко переменит его собственное внутреннее сечение. Годом 25-ти я определил для себя Достоевского как великого детского писателя, поскольку все проблемы, которые он перед собой ставил, которые он яростно всю жизнь разрешал, талантливый даже, порой гениальный, они все мне оказались уже пережитками, то есть, прошедшими, детскими. Он определенный философ, сумасшедший философ, можно так сказать, потому что не для всех этот писатель. Наверное, один из самых гениальных писателей вообще. Я его не люблю, потому что он слишком хорошо понимает все темные стороны моей души и не только моей. Он обладает невероятной способностью выявлять, простите за выражение, дико в человеке. Видимо, он сам был не слишком хорош и поэтому обладает этой способностью. Сильнее него этого никто не делал. Но Достоевский сделал это. И он действительно заслужил право задавать эти вечные вопросы, ответы на которые мы ищем до сих пор. Не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую. Через большое горнило сомнений моя осанна прошла. В свои 4 года каторги Достоевский сравнить с 4 днями во гробе Лазаря и воскресением в новую жизнь. Меня спасла каторга, совсем новым человеком и сделался. Я там себя понял, Христа понял, русского человека понял и почувствовал, что и сам я русский. В этих облезлых стенах столько я всего передумал, столько во мне сил зародилось, что, кажется, все поборю. все страдания, все муки, только сказать бы себе, что я живу, я существую, я вижу солнце. на каторге у Достоевского участятся припадки. Возможно, из-за страха быть наказанными, каторжников действительно секли розгами и били палками. Не все выдерживали. Почему-то палки все красились в зеленый цвет. Отсюда на Руси пошло такое расхожее определение пройти зеленую улицу. Стоят две шеренги солдат, у каждого в руке палка. За каждой шеренгой ходит унтер-офицер и наблюдает, чтобы каждый солдат ударил, как предписано. Осужденного раздевают по пояс, привязывают за руки к ружьям и двое конвойных тянут его сквозь этот строй. Но есть и другая версия, почему у Достоевского начались проблемы со здоровьем еще на каторге. Начались обострения на каторге, конечно, первые припадки серьезные. Есть версия, что это воздержание. Он долго, значит, не знал женщину. Но будут в этих припадках и свои особенные моменты. И вот как их определит сам Достоевский. Вы все здоровые люди не имеете никакого понятия, что за удовольствие мы эпилептики испытываем за секунду до удара. Магомед в Коране сказал, что он видел рай и вошел в него. Все эти глупые умники уверены, что он был лжецом и шарлатаном, но нет, он не врал. Он действительно побывал в раю во время эпилептического удара. Он был жертвой этой болезни, как и я. Я не знаю, длится ли это удовольствие секунды или часы или месяцы, но поверь мне, я не разменяю его даже на все прелести мира. Хотя там были так называемые двугрошовые калачницы, которые продавали калачи, и за две копейки, за два гроша вступали в связь с с каторжниками в укровных местах во время работы. Он их описывает, кстати, в двугрошовых. То есть там сексуальная проблема как-то решалась на каторге. Но я думаю, в данном случае это к Достоевскому не имело отношения. 15 февраля 1854 года Достоевский выходит из Омского острога и просит выдать ему на руки скорбный лист историю болезни, которую завели на него в арестантской палате. Комендант Омской крепости, полковник Деграви, с которым у Достоевского сложились дружеские отношения, не возражает. Больше историю болезни писателя мы не увидим. Она исчезнет. Зато фотография Деграви займет свое почетное место в семейном альбоме Достоевских. Еще одна загадка Федора Михайловича. Видимо, в этом скорбном листе было написано нечто такое, что Достоевский совсем бы не хотел придавать никакой огласки. Дело в том, что есть письмо, которое находится в Москве, в рукописном отделе библиотеки Ленина, сейчас как называется Российская государственная библиотека РГБ, письмо от священнослужителя Омского кадетского корпуса Александра Ивановича Сулацкого отеля Дмитрия Фанвизина. Там было написано «Селенциум», то есть молчание по латыни, Достоевский в госпитале лечит застарелую Венеру. Рядового Достоевского определят в Семипалатинск в первую роту седьмого сибирского линейного полка. Ему 33 года и в его судьбе наконец появится первая женщина Мария Дмитриевна Исаева. Одно обстоятельство, один случай, долго медливший в моей жизни и наконец посетивший меня, увлек и поглотил меня совершенно. Я был счастлив, я не мог работать, признается Достоевский. Он, конечно, был влюблен, и он потом уверял, что мы любили друг друга страстно вообще, но она его пожалела и это его потрясло. Мария Дмитриевна 29 лет, стройная, миловидная, ее щеки пылают нездоровым румянцем, и еще Маша так похожа на его любимую матушку Марию Федоровну, которая в 37 лет сгорела от чахотки. У Исаевой ребенок, и она замужем за учителем гимназии и горьким пьяницей. Достоевский вначале знакомится с мужем, и тот, как Мармеладов в преступлении и наказании тоже пьяники, приводит писателя домой и знакомит со своей женой. Разве Бога, не пугайтесь, он переходил улицу, не волнуйтесь, он начнется. Я велел сюда нести, я у вас был, помните? Первая женщина его, так сказать, да, он, так сказать, был ей увлечен, да, он, это, там настолько все тесно переплелось и жалость к ней, и это, значит, но чем больше мучили, тем больше привязывались друг к другу. Это что-то, это опять эпилептическое, потому что, так сказать, для них свойствен цазо-мазохийский комплекс. Когда умирает, неожиданно умирает спившийся муж в Кузнецке, муж Марии Дмитриевны, появляются надежды у него. А он кто? Он солдат, лишенный всех прав политических. Он солдат, он служит в карнизоне. Появляется, значит, некая надежда и тут же гаснет, потому что появляется молодой любовник Вергунов, молодой учитель. И тут влюбленный Достоевский снова ведет себя как человек крайних решений. Не устраивает истерик, не борется с соперником, а наоборот начинает дружить с Вергуновым и своим благородством сражает любимую женщину. 6 февраля 1857 года в храме города Кузнецка Достоевский венчается с Марьей Дмитриевной Исаевной. Увы, вся их любовная переписка бесследно исчезнет. Видимо, руку приложит вторая жена и очень ревнивая женщина Анна Григорьевна Достоевская. Тут, мне кажется, что вечно женская завладала над историческим. И письма исчезли. Они были, письма исчезли. Грех, конечно, знаете, вот так голословно в чем-то обвинять, но нету других подозреваемых. Тюрьма, четыре года каторги, пять лет службы в Семипалатинске. Достоевский выдержит все и приготовится к новому рывку. Он напишет покаянное письмо императору Александру Второму, добьется разрешения вернуться в Санкт-Петербург, где его восстановят в дворянстве. Но за десять долгих лет молчания писателя Достоевского уже забыли в столице. Невероятно. Но он все начнет заново. Напишет записки из мертвого дома. Его современник Лев Толстой, с которым Достоевский ни разу в жизни не встретится на смешке судьбы, скажет о записках. Это самое высокое, что есть в русской литературе, включая Пушкин. Ну, понятно, почему записки из мертвого дома понравились Толстому, потому что это самое толстовское произведение Достоевского, скажем так. Вот такое спокойное, объективное изображение каторжной жизни, народных характеров. Там нет почти вот то, что мы называем Достоевщиной. За литератора Сариола Мученика, восставшим из пепла, начнут драться не только издатели, готовые публиковать его в своих журналах, но и поклонницы. Так в жизни Достоевского появится молодая, смелая, рожеволосая бестия Аполлинария Суслова. Ей 21, она первая признается Достоевскому в любви и чувство будет взаимным. Что она ему дала? Она ему дала вот эту инфернанность любви, понимаете? Вот эта мучительная боль, вот эти переживания, ревность, какие-то угрызения и все такое. Вчера ФМ опять ко мне приставал. Он говорил, что я слишком серьезно и строго смотрю на вещи, которые того не стоят. Ты знаешь, говорил он, что мужчину нельзя так долго мучить, он наконец бросит добиваться. Уходя от меня, он сказал, что ему унизительно так меня оставлять. Это было в час ночи. Я раздета и лежала в постели, ибо россияне никогда не отступали. Это была большая любовная игра. Она давала Достоевскому энергию, страсть и силу. А он удовлетворял поле на тщеславе. А что же законная жена? Она, как скажет Достоевский, самосочиняла. Чем больше от нее отдалялся Достоевский, тем чаще она вспоминала Вергунова, которая якобы до сих пор ее любит, готов приехать из Сибири. Достоевский скажет, я ее любил, она меня, но мы были несчастливы. Он ни одного плохого слова нет. Более того, когда она умирает, и в Москве уже живет здесь последние полгода, в Москве она умирает, он живет с ней, он бросает все свои дела, и после ее смерти он одну из самых страшных записей делает своих сильных. 16 апреля Маша лежит на столе, увижусь ты с Машей. И что интересно, Анна Григорьевна, у нее есть такая запись в дневнике, что они раз разговаривались во время второго брака там за границей, и он сказал, ну вот меня похоронят рядом с, видимо, там вот, в Москве, рядом с Болей Дмитриевной. Анна Григорьевна пишет, ну так не будет, пишет Анна Григорьевна, он должен лежать со мной вместе. Судьбы трех главных женщин Достоевского переплетутся вместе. Они умирают, ревнуют и ссорятся из-за него то ни одной, то целых три. После смерти первой жены Достоевский сделает предложение о полинарии Сусловой, но она ему откажет. Почему? Потому что Достоевский не хотел развестись с женой, чахоточной, так как она умирала. Так ведь она умирала. Да, умирала. Через полгода умерла, но я уже его разлюбила. Почему разлюбила? Я же ему отдалась, любя, не спрашивая, не рассчитывая, и он должен был так же поступить. Он не поступил, и я его кинула. Она прилагала руку и сердце. Она отказала ему. И это было бы страшно, если бы она не женился, потому что он бы долго не протянул, конечно. Она была человеком-темпераментом, очень эмансипированным, не без таланта литературного. Мне говорят о Федоре Михайловиче. Я его просто ненавижу. Он так много заставлял меня страдать, когда можно было обойтись без страдания. Теперь я чувствую и вижу ясно, что не могу любить, не могу находить счастье в наслаждении, любви, потому что ласка мужчин будет напоминать мне оскорбления и страдания. Что это за оскорбления и страдания, остается только гадать. Но мучили они друг друга еще долго. Путешествуя с любовницей за границей, Достоевский познает еще одну роковую страсть – игру на рулетке. Есть еще более страшная, так сказать, следствие эпилепсии – это игромания. Вот именно эпилептики, они потрясающие игроманы. Вот этот драйв секундный буквально. И вот когда человек садится на эту иглу, так сказать, ему слезть уже невозможно. Но надо знать характер эпилептика Достоевского. Он всегда идет в обан и всегда выигрывает. А если что-то ему мешает, просто отсекает лишнее. Так будет и с Полиной. Она еще попытается подразнить Достоевского в очередное путешествие. Они отправятся уже как брат и сестра, но Достоевский свое возьмет и поставит в романе точку. А когда в 1867 году женится на молоденькой стенографистке Анне Сниткиной, тут же сообщит своей подруге Вечной Полине письме. Разница в летах ужасная. 20 и 44. Но я все более и более убеждаюсь, что она будет счастлива. Сердце у ней есть и любить она умеет. Удар нанесен по-мужски очень точно. Его жена, во-первых, еще моложе Сусловой, а во-вторых, она-то точно любить умеет. Вот тебе получай. Служебный роман. Причем, что интересно, две версии. Она пишет в своих воспоминаниях, что он бы в меня влюбился. А, значит, он пишет в письме, что я заметил к концу диктовки и заметил, что моя стенографка кажется, меня полюбила. Вот каждый пальму первенства передает другому. Я вас каждым днем люблю все больше. Ведь это почти невозможно. Это все вздор. Я сказал, что по вашему слову брошусь в бездну. Неужели вы не верите? Потом уже, будучи женат на ней, он сказал, только в конце октября и заметил, какие у тебя красивые и добрые глаза. Он мог бы и раньше это заметить. Ну, все к этому идет, как бы 26 дней, вот их сближение на почве. Он едва успеет закончить преступление и наказание сразу, по условиям жесткого договора будет должен написать новый роман к первому ноябре. Всего за один месяц. Вот говорили, что он взял Анну Григорьевну, чтобы, значит, успеть написать роман. Я думаю, что если бы даже не было Анны Григорьевны, он бы роман все равно написал, не знаю как, но при его железной воле. Он был человек железной воли, железной собранности. Игрок, написанный всего за 26 дней, будет сдан вовремя. Главная героиня Полина практически списана с Аполлинарией Сусловой. Вот. Возьмите обратно эти деньги, ступайте на рулетку и выграьте как можно больше. Я? Мне с тобой играть неприлично. Достоевский даже покажет Ане ее портрет. Чем? Это тоже будет своего рода любовная игра. Молоденькая жена начнет дико ревновать мужик бывшей любовницы, станет следить за ним с биноклем, но главный ад ее жизни начнется, когда, скрываясь от долгов, Достоевский отправится на 4 года за границу. Там ФМ снова подсядет на рулетку. Аня, милая, друг мой, жена моя, прости меня, не называй меня подлецом. Я сделал преступление, я все проиграл, что ты мне прислала, все, все, до последнего крейцера. Аня, как я буду теперь глядеть на тебя, что скажешь ты про меня теперь? Один твой суд мне и страшен, мне игра ненавистна. Я пошел с мыслью хоть что-нибудь отыграть и проиграл. Все, Аня! Я не умоляю тебя сжалиться надо мной, но страшно боюсь. Суда твоего. Надо отдать долж Ане Григорьевне. Я представляю, как бы вела в этой ситуации себя первая жена. Мария Дмитриевна, она построила ему скандал за скандалом. Умная Анна Григорьевна дает этой страсти самоликвидироваться. Он проигрывает обручальные концы, проигрывает юбки своей жены, закладывает. То есть, были дни, когда у них огромный был выигрыш. Все спускается. Но когда он увидел, что она дает все, и следующее она вот саму себя отдаст, он не может ее погубить, так сказать и прочее. Вот он от этого отказался. Но для этого надо было обладать колоссальными, конечно, силами, которые, опять же, если так покрупнулся, есть только у эпилептиков. Достоевский понимает, час их снова наступил в его жизни. Тот драйв от рулетки, который стимулировал его творческую энергию, теперь только мешает. Он играл целых 10 лет, пора остановиться. Достоевский в отчаянии кидается за помощью в православный храм. Но вместо этого по ошибке оказывается у дверей синагоги. Он в ужасе. Неужели бес смеется над ним и в один миг прекращает игру. Когда уже все проиграно, когда уже все, нет никаких надежд на поправление с помощью игры, и он написал, рискнул, как на рулетке, он пишет. Рискнул, как на рулетке. Он пишет заново первые главы идиота. Мне в 14-15 лет попался Достоевский, Федор Михайлович Достоевский, идиот его, очень вовремя. У меня были, была сложная ситуация в семье, ну реально сложная, и не хотелось жить. А тут Достоевский. Я за один вечер его прочитала и за кусок ночи вот этот идиот просто съела его. И как-то у меня все в таком ракурсе вдруг увиделось, и я как-то пережила вот эту ситуацию по-другому. И как-то и жить можно, всегда можно найти выход. Его книги, да, произведения определенные, они в совершенно неожиданный момент могут попадать в руки, и этот момент потом оказывается вот самым таким точным. Мне не очень нравится Раскольников, он заносчивый. Раскольников тряпка. Извиняюсь за выражение, но он тряпочка. Анна Григорьевна с идеальной точностью стенографистки зафиксирует все семейные подробности в своих интимных дневниках. Придумает специальную систему записей в надежде, что никто ее не поймет. Перед смертью сама расшифрует часть дневников, вымарывая то, что посчитает слишком личным. Но в 50-е годы прошлого века нашлась такая замечательная стенографистка Пашаманская. Пашаманская нашла ключ ко всем и расшифровала все остальные записные книжки. Они сейчас опубликованы все. Все дневники опубликованы. Паразитный текст. Федя сегодня говорил, что у него голова не на месте и очень боится, чтобы не случилось другого припадка. Толковал, что не миновать сумасшедшего дома и просил, если бы с ним случилось это несчастье, то не оставить его за границей, а перевезти в Россию. Я назвала его дураком. У меня раздражение, подозрительность и ревность. Мне сейчас представилось, что это записка одной особы, с которой я ни за что на свете не желала бы, чтобы сошелся снова Федя. Я плакала, бог знает как, и страдала невыносимо. Быть женой Достоевского испытания не для слабонервных. Анна Григорьевна шведка по матери, женщина с очень сильным характером. Она хохотушка, он занудый, у него припадки, после которых он мрачный и злой. И он отходил очень трудно после приступа. То есть какое-то время плохо соображал, что происходит вокруг. Забывал, в частности, вот забывал даже, как и жену зовут, и с раздражением спрашивал, как тебя зовут. Потому что ему не хотелось эту слабость свою обнаруживать, значит. Сейчас, секунду, поехали. Сейчас сразу. Внимание, начали. Она забеременеется. Батарейка села. Можно? Стоп. Стоп. Батарейка села. Она забеременеет, а он ночью случайно во сне толкнет ее так, что она слетит с кровати. Дождь. Он идет под зонтом, а она идет рядом, как мокрая курица. Я боюсь, что мы, ну как, выставляем Достоевского, который о ней пекся и переживал, а в письмах безумия, Анечка, что с тобой ничего не случилось. Не жалуй, не жалуй. У них в доме одна чернильница на двоих, но он ее заберет себе, кто в доме писатель. А когда в Швейцарии умрет их первенец, Соня, от простуды, она, Григорьевна, решит, что с нее хватит. Она даже захочет развестись с Достоевским, но переживет и это. Но когда их трехлетний сын, Алеша, умрет от припадка, Достоевский в этом будет винить только себя. Леша умирал. Фактически у него был эпилептический статус. То есть один припадок за другим, один за другим, один за другим, один за другим, и все, и он умер от истощения. А то, что передал болезнь, конечно, конечно. Я бы сказал, что Федор Михайлович, ты ничем не виноват, абсолютно ничем не виноват. Для того, чтобы хорошо писать, надо страдать, скажет Достоевский. И страда не хватит Федору Михайловичу ни на один роман. Он победит и справится со всеми своими бесами. Бросит пить, чтобы не провоцировать припадки. Бросит рулетку и даже карты, чтобы не соблазняться. Он все подчинит своей работе. А когда его романы назовут болезненными, он посмеется и скажет, да моя болезнь здоровее вашего здоровья. Это что важно, он победил свою болезнь. Он был господином ситуации, а не болезнь. Она им не помыкала. То есть для него акт письма, акт творчества был акт, как сказать, восстановительный, медицинский в какой-то степени. ментальный, который восстанавливал его как личность. Он выражал в письме, снимал все свои страхи, все свои комплексы. Ну все, конечно, победит любовь. Доказательства письма Достоевского к жене. Откровенные, страстные, в которых он ее укоряет. Слишком уж коротко пишетесь. Присылаете письма довольно постные, а сам едва сдерживается. Друг ты мой, целые 10 лет я был в тебя влюблен, и все крещенда. Хоть и ссорился с тобой иногда, все любил до смерти. Не только по ночам, но и днем, думаю, здесь о моей царице и владычице непомерно. До безумия целую тебя поминутно в мечтах моих, всю поминутно в засос. Особенно люблю то, про что сказано, и предметом сим прелестным восхищен и упоен. Этот предмет целую поминутно во всех видах и намерен целовать всю жизнь. Она напишет в дневнике, умирая, он сказал, Аня, я никогда тебе не изменял, даже мысленно. А в стенографической записи, которую потом расшифруют, будет, Аня, я никогда тебе не изменял, только мысленно. Разница, конечно, есть, но Анна Григорьевна не говорит неправду, она просто говорит не всю правду. И она, конечно, смягчает многие вещи в воспоминаниях, как он ее назвал, подлой гадиной. Ну, опять же, это все идет от, причем она пишет, что он был одним из силамужнейших людей. Он ее охранял от всего грязного, так сказать, он был человеком очень нравственным. Нравственный Достоевский? Тогда откуда эти обвинения в том, что он извращенец и сладострастник, в произведениях которого растлевают малолетних? В преступлении и наказании этот гад Свидригайлов? А в бесах Ставрогин, который доводит до самоубийства соблазненную им девочку-матрешку? Не зря же издатель вообще исключил эту главу из романа? Так может, Достоевский и сам не без греха? То, что изображалось иногда в романах, опрокидывали на него. Приписывание этих гнус Достоевскому это очень модно, это очень всегда оживляет, как бы такой оживляж идет биографический и в кино, как так вот он совершил это преступление. Видите ли, это полный бред и не имеющий никакой фактической основы? Дело в том, что педофилы вообще вот такие, как бы так сказать, реальные, они обладают рядом качеств, которых у Достоевского не было. Это прежде всего очень инфантильные люди, во-первых, потому что воспринять ребенка как сексуальный объект здоровый человек не может. И второе, это люди, у которых как раз импотенция присутствует в том или ином виде. У Достоевского не было ни того, ни другого. А как же скандальное письмо биографа Страхова ко Льву Толстому, в котором Страхов просто уничтожает Достоевского? Он был зол, завистлив, развратен. Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что соблудил в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернант. гувернант. Вообще, стал просто жечь. Нельзя фамилию произносить. Просто не хочу эту фамилию транслировать, называть, и это не заслуживает вообще никакого воспоминания. Соблудил. Это полный бред, потому что ничего подобного не было. Это легенда, которая, ну, Анна Григорьевна говорит, что если бы покойный Николай Крач Страхов был бы жив, когда она прочитала его издание, я бы дала ему пощечки. Недавно это стало известно, сравнительно недавно. Когда он был ребенком, он дружил с девочкой дочери кучера или повара в Мариинской больнице там на месте, и какой-то пьяный ее изнасиловал. И она, истекая кровью, умерла на руках у его отца, медика. И это его поразило тогда. И вот то, что и тут эти девочки обиженные проходят у него через всю романистику, это тоже не случайно. Но вот этот грех, это как бы насилие, насилие измывательства над малолетним, что не прощается ни в этом веке, ни в будущем, как сказано в Библии. Скажи мне, Алексей, мог бы ты, возводя здание судьбы человеческой, с целью осчастливить людей и дать им, наконец, мир и покой, замучить для всего этого хотя бы только одно крохотное создание? Нет, не смог бы. Но есть существо, которое может простить всех вся и за все. Но я не хочу и не буду восклицать ему правды, Господи, видя, как мать будет обниматься с мучителем. Странный, противоречивый, гениальный Достоевский войдет в нашу жизнь как генетический код. Пять его известных романов назовут великим пятикнижием Достоевского. Анна Григорьевна, жена писателя, которая проживет с ним 14 лет непростой супрушеской жизни, скажет о нем солнце мое, Федор Михайлович Достоевский. А ей самой посвятят вот такие стихи. Этой отваге и верности не привелось и ремесло. Больше российской словесности так никогда не везло. Но, кажется, и нам повезло с нашим Достоевским. Если есть какая-то национальная идея в Достоевском, которую он мог угадать, так это то, что у нас сначала наступает наказание, а уж потом мы ищем под него преступление. Вот это точно. Я прочел замечательные и не стареющие сентенции у него. Одна из них касалась как раз отношения России с славянскими племенами. Так он называл наших ближайших соседей, ну, в том числе ту же самую Украину. Это стоит прочесть, потому что это написано так, как будто это писал какой-нибудь яростный публицист вроде Володи Соловьевой. Не будет у России и никогда еще не было таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена. Чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными. Я даже не очень понимаю, как можно отвергать Достоевского. Он слишком точно понимает, кто мы. Он слишком хорошо это понимает. Причем и мужскую психологию, женскую, и пристрастие нашей грехи, греховности, а в чем-то величие и доброта, все это он превосходно этим владеет. И просто я не знаю писателя, который бы умел так это показать. Последнее, что я прочитал из художественного, это, конечно же, бесы, потому что бесы как-то резонировали с началом десятых годов, как мне показалось. Иногда мне казалось, что эта книжка вообще написана вчера. Включать программу надо обязательно Достоевского. Вопрос в том, как это лучше сделать. То есть, какое выбрать произведение. Я вот, мне все-таки с точки зрения взрослого человека, сейчас мне это все понятно. идиоты, игрок. Так вам удалось разгадать тайну Достоевского. Кто же он на самом деле? Писатель? Пророк? Или? Он работал писателем, а стал пророком, потому что он хороший писатель. Он как бы фокус русской истории и русской мысли. Фокус, куда сходятся все, вот знаете, как таинственный магический крестол, как сказал Пушкин, где собираются все линии русской жизни и русской судьбы. Он нам дает ощущение правды некой, художественной правды. Он не говорит не убей, там нельзя убивать, но мы, читая его романы, понимаем, что нельзя быть бесом, нельзя быть убийцей, нельзя быть плохим человеком. Все мрачные романы Достоевского, мрачные, внешние, они дают очень мощный душевный выход. В своем дневнике писателя, который сейчас назвали бы ЖЖ, Достоевский писал обо всем, что его волновало. Но почему и сейчас, спустя сто с лишним лет, Достоевский так точно попадает в наше время? Он словно продолжает вести свой живой журнал. О чем бы он ни писал, он всегда обращается, может быть, не прямо, может быть, не лобово, но обращается к судьбе России, какой она будет. Достоевский, который любил Запад, он не был ненавистником Запада, как иногда пытаются его представить, страна святых чудес, страна для нас святые камни Европы. Тем не менее, он говорил, что в России свой путь, самобытный путь, и рабское следование всем западным, скажем, ну как бы сейчас калерхетипам, это не наш путь. Это не наш путь. В России особый путь. Нам во что бы то ни стало, и как можно скорее надо стать великой европейской державой. Положим, мы и есть великая держава, но я только хочу сказать, что это нам слишком дорого стоит, гораздо дороже, чем другим великим державам. У него пророчество есть такое, что Россия вечно будет спасать Европу. Это уже подтверждается не раз. И я недавно разговаривал с одним иностранцем, он говорит, вот я и мои друзья, мы все уповаем на Россию, мы погибаем, а Россия нас должна спасти. Какой же путь у России по Достоевскому? Он говорит, должна же быть какая-то нация, которая должна светить. Сейчас даже смеются. Что такое национальная идея? Национальная идея комфорт. Вот комфорт спасти животишки, как говорил Достоевский. То есть нет общей идеи, связывающей все общество. Понимаете, нет. Главная цель сейчас очень многих это цель это комфортное существование. Достоевский говорит, что человек должен выделиться в человека, должен быть некий идеал, который превышает возможности человека. Христианство превышает человеческие возможности. Иначе все будет, все погрязнет в Содоме и Гаморе. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов. Это аксиома. Европа, по крайней мере, в высших представителях своей мысли отвергает Христа. Мы же, как известно, обязаны подражать Европе. За что Запад так любит нашего Достоевского? Россия не полна Анастасии Филипповых, Раскольниковых, братьев Карамазовых, Грушиняк. Нет, конечно. Это, ну, в западном представлении так оно и есть. Мы не увидим в реальности, скажем, Раскольникова от один к одному. Но эти черты, несомненно, присутствуют в характере национальном. Он их сгустил, сконцентрировал. Дойти до пропасти и почти сверзнуться в эту пропасть. Вот это русская черта, дойти до крайности, до крайних пределов. Мы страна, как бы, страна экстремальная, страна ненормальности, страна крайности. Загадка русской души, она, может быть, и существует, но она сделана уже таким брендом, как бы, пугающим брендом для Запада. Так какой же красотой по Достоевскому мир спасется? Красота страдания. Ведь у него в записи, знаете, какая запись есть к идиоту? Мир красотой спасется. Не спасет мир красота, как нечто внешнее, которое вот приходит и спасает. Мир спасется, возвратный глагол. То есть мир должен приложить некие духовные усилия, чтобы спастись этой красотой. Это его задача, исполнимая или неисполнимая. Это еще вопрос. А не то, что он автоматически, красота его спасает. Нет, конечно. Это усилие самого мира нужно для того, чтобы спастись красотой. Понимаете? Я своими словами скажу, просто понимаю, что он имел в виду. Твоя жизнь только тогда оправдается, если ты будешь христовым путем идти. То есть, пример для тебя будет подвиг Христов. Вот ты идешь и соизмеряешь себя с ним. Вот с ним, в его земной, может быть, ипостаси, может быть, он это имел в виду. Достоевский ушел из жизни 9 февраля 1881 года. И не от эпилепсии, от которой боялся умереть всю жизнь, а от эмфиземы легких и горлового кровотечения. Единственное, чего ФМ так и не бросит, это курить. Ему было всего 59 лет. Похорон такого масштаба никогда еще не было в России. Проститься с писателем пришло 50 тысяч человек. Так не хоронили ни Пушкина, ни Некрасова, ни Толстого. Творят жизнь люди и веры. Это те, которые называются мечтателями, утопистами, юродивыми. Они же пророки. Истинно лучшие люди и вожди человечества. Такими словами проводят в последний путь великого русского писателя Федора Достоевского. Анна Григорьевна уйдет из жизни в 1918 году в Ялте. Через 50 лет ее прах перенесут в Александроневскую лавру и захоронят рядом с могилой мужа, как она и хотела. Дочь, Любовь Достоевская, так и не выйдет замуж и умрет в одиночестве в Италии в 1926 году. Род Достоевских продолжится по прямой линии сына писателя Федора Федоровича, юриста и известного конезаводчика. На потомках Достоевского прошлое и будущее сойдется и закольцуется мистическим образом. Самого младшего не случайно назовут Федором, а его отец Алексей, Леха Достоевский, тоже не случайно окажется на Валааме. Станет ли он священником, как когда-то предки самого Федора Михайловича, неизвестно. Но то, что Леха Достоевский, потом их гения, после трамвая нашел себе нового железного коня, работает капитаном при Монастырском флоте и абсолютно счастлив, это мы подтверждаем. Ну вот, это Новый Валаам. Женщину вход запрещен. Здесь я впервые почувствовал присутствие благодати Божией. А человек, который сердцем хоть однажды почувствовал это, да, эту радость, эту сладость, ну, никогда это не забудет. Наверное, поэтому мне это место так дорого. В этом, как мне кажется, вот, главная тайна сокрыта, да, в таком незримом единении тех, кто есть и тех, кого уже нет, да. У Бога нет мертвых. Леш, а ты своих близких Федора Михайловича? там, на старте, да? Спас, преображенский собор с восточной стороны, а он иначе не выглядит, да, огромный, так сказать, вот, звездолет такой. Ну, вот, протяжка один, протяжка два, зажигание, ключ на старт. кто успел, тот и сел. Да пусть они книги его считают. Вот, что я могу сказать. Рано или поздно, вот, хрена, книжка такая, пам, в руки попадет. Вот, от великой беды кого убережет, а может и нет, а может наоборот. Такое искушение ведешь, что человек только будет виться вот так, если до этого не вился, а это уже хорошо, если камень сдвинут. А я здесь ни при чем. Абсолютно. Я вот лучше буду вот тут у потелка сидеть. А кто здесь не космический? Каждый человек, он вообще, он бездонная пропасть и бездну над головой. Любой. Кем бы он ни был. Неважно. Билетер метро. Президент страны. Какая разница? Никакой.